Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И в этом видео я хотела бы с вами поделиться интересной посылкой с китайского сайта, но нет, не Алиэкспресс, который будет называться Бэнк Гуд. На самом деле Бэнк Гуд очень сильно похож на Алиэкспресс и внешне, и сама форма заказа, и размещение товаров. Единственное, я заметила, что в Бэнк Гуд более логичнее построена структура сайта и сама вот эта вот каталожная сортировка. То есть там немножечко легче найти товар, который вам нужен. Категории четкие, понятные, они максимально детальные. В общем, в плане поиска товаров Бэнк Гуд пока что удобнее. Итак, как только я узнала об этом сайте, я уже определенно знала, что я хочу там заказать. Первое, о чем я довольно давно мечтала, это вот такой вот увлажнитель воздуха. О этих приспособлениях я слышала довольно много, и видела их в деле, и чувствовала их на себе, но как-то мне не доходили все руки купить его, потому что на скиве, кстати, тоже цены заоблачные, но это реально как будто товар с Алиэкспресс. Ну, естественно, раза в три дороже. На сайте есть огромный выбор увлажнителей для воздуха разной формы, есть даже в форме статуэток, птичек и так далее. У меня вот такой вот простой в виде стаканчика, розовенький, есть еще вот, например, в голубом цвете и так далее. В общем, я могу оставить ссылку, там можете посмотреть, что это такое и для чего это вообще нужно. На самом деле, если вы часто работаете за компьютером или работаете в офисе, часто возникает такое чувство, что у вас не то что пересыхает во рту, но и очень подсушиваются глаза, кожа становится более чувствительной. И вот тут вот в областях на щечках начинает шелушиться и явно видно, что ей не хватает увлажнения. Я ношу контактные линзы и каждый раз в конце месяца, когда у нас начинались на работе какие-то подсчеты, я реально умирала, потому что у меня настолько пересыхали глаза, что мне было больно моргать. Раньше я спасалась обычными капельками для глаз, но сейчас наконец-то не дошло, что нужно купить увлажнитель воздуха. Как он работает? Сюда в эту чашу вы заливаете водичку, лучше дистиллированную, если нет, я с фильтра, например, наливаю. Если хотите сделать ароматерапию, дома добавляете там одну капельку эфирного масла. И, кстати, это прикольная идея, например, если простудные вирусные заболевания ходят, просто капаете в водичку любое хвойное масло, это будет отличной просто профилактикой. Так вот, в этой крышке у нас здесь есть вот такая трубочка, в этой трубочке у нас находится фильтр. Фильтр выглядит как будто спрессованная вата. Кстати, в комплекте у меня их еще два, один внутри стоял и второй дополнительный. И вот так вот выглядит сам фильтр. Заправили водичку, закрыли, здесь всего одна кнопочка, нажимаете, сейчас у меня выключим, и он начинает распылять воду. При этом он не разогревает ее, то есть это не пар, это больше похоже на туман. Поток довольно приятный, такой интенсивный, здесь есть даже режимы подачи. Один раз нажимаете на кнопочку, беспрерывный поток идет, два раза нажимаете на кнопочку, происходит прерывистая подача. И в третий раз нажимаете это выключение. Работать он может от компьютера, потому что здесь изначально вот такой вот штекер от USB. И, кстати, это очень классно, потому что вы садитесь просто возле компьютера или ноутбука, подключаете прямо туда и ставите возле себя. Когда он работает, не будет все прямо сразу таким мокрым. Вы когда подносите руку к струе, вы ничего не ощущаете, ни влагу, ни холод, вот как будто трогаете воздух. Настолько вот эти вот частички мелкие. Обязательно присмотритесь, сейчас они довольно популярные, а на сайте широкий выбор. Дальше я давно мечтала себе купить щетку для лица, потому что видела довольно много позитивных отзывов у ней. И выбрала среди всего разнообразия вот такую, мне кажется, одну из самых бюджетных. Она приходит даже без коробки, просто фактически в пакете. Здесь она опять же в разных цветах, у меня вот в таком вот голубом цвете. И в комплекте у меня нет 4 насадки. Первая, которая у меня надетая, я пользуюсь чаще всего. Это вот такая вот массажная насадка с 5 пластиковыми шариками, которые крутятся в разных направлениях. Скорость можно регулировать на 2 деления, то есть это низкая и вот самая быстрая, интенсивная. При этом каждый шарик крутится независимо от другого. Насадки меняются очень просто. Снимаете и все готово. Работает эта штука на батарейках, но в ванне я бы не советовала оставлять. Следующая насадка, это уже фактически сама щеточка. Когда к ней касаетесь, она кажется просто очень мягкой и практически не похожей на искусственные щетинки. Но я, наверное, изначально скажу, что такая щетка не совсем подходит людям с сухой и чувствительной кожей. Например, такой, как у меня. При том, что вот когда я рукой ее трогаю, она кажется очень нервной. Но как только я присоединяю ее к коже, не очень приятно, сразу скажу. Поэтому подойдет девочкам с комби кожей, там где страдает постанатезона или жирной кожей. Сама щеточкой я периодически пользуюсь, потому что не люблю скрабы. Она мне практически заменяет их действия. Использую для отшелушивания раз, это в две недели и только по Т-зоне. Следующая насадка, это вот такой вот спонжик. Что-то похожее на то, чем мы наносим тональную основу, если вы пользуетесь бьюти-блендером. И последняя насадка, это вот такой вот кусочек поролончика. Ах да, я забыла еще одну пятую насадку. Она мне походу выпала с набора. Это вот такая вот насадка, похожая на пемзу для пят, но меньшей абразивности. То есть для пяток ее будет недостаточно, но мне идеально подошла для сухих участков на локтях. Сразу же предвкушаю вопросы и замечание, что вот такие вот щетки растягивают кожу лица. Я с вами абсолютно согласна, если это использовать постоянно. Но с одной стороны давайте подумаем, когда мы умываемся, мы что, не трагиваемся кожей, мы что, ее не растягиваем? Или когда мы снимаем макияж? В принципе, происходит то же самое движение. Просто, как и во всем, нужно знать меру. То есть я не вдавливаю щетку себе в щеку, чтобы почухать практически скуловую кость. Я лишь только дотрагиваю самым верхним слоем щеточки. Обязательно смотрите, чтобы та область, которую вы очищаете, она не двигалась. То есть двигалась только щетка, но не ваша кожа. Тогда будет комфортно и тогда будет правильно. Следующее, что я себе давно-давно хотела заказать, это вот такой вот набор для маникюра и педикюра. Вот так он выглядит. Вот здесь у меня были насадки, я их вытащила, чтобы детально показать каждую из них. По сути, это вот такая вот ручка с двумя батарейками, пальчиками. Кстати, ни к одному прибору почему-то батарейки не шли, поэтому сами запасайтесь. Здесь всего лишь одна кнопка, которая запускает вот этот вот механизм. И у меня здесь еще пять насадочек. Первая металлическая вот такая вот, самая абразивная для спиливания ногтей. То есть там, где вам нужно реально спилить много длинной ногти. Надевается это все так же просто, как и в щетке меняются насадочки. Просто вставляете и все. Нажимаете, это все уже работает. Следующие две насадки похожи, только единственное не разной формы. С меньшей абразивностью, это уже для спиливания более деликатного, то есть где нужно немножко подровнять край ногтя. Еще одна насадка вот такая вот розовая, самая хардкорная. Она в виде вот такого треугольника что ли. Не-не-не, это кажется трапеция называется. Я так понимаю, что это для спиливания ногтей на ногах. И последняя, моя самая любимая насадочка, это вот такая вот маленькая насадочка для полировки, то есть маленький такой бафик. Так как щетка, этот маникюрный набор довольно копеечный, естественно, конечно, сборка и сам пластик не самые качественные. Но при этом меня всегда удивляло, что что бы я ни заказала с китайских сайтов, оно все работает. Я этим прибором пользуюсь только для ног. Для рук я использую единственное это полировочную вот эту вот головку, потому что, опять же, вот это вот интенсивное движение. То есть я когда присоединяю к ногтю любую насадку, мне реально становится больно. Настолько она интенсивно вращается. Я не знаю, мы никогда не делали аппаратный маникюр, возможно, это норма. Но, в общем, как я спасалась, это вот зажимала палец между двумя, то есть фиксировала ногтевую пластину и проходилась вот по краешку. Для того, чтобы снизить вот эту вот вибрацию. В качестве инструмента для педикюра это, кстати, очень удобно и очень быстро. Я обычно срезаю ногти на ногах под корень и прохожусь вот этой вот беленькой насадкой просто по краешку свободного края и все, у меня все готово. В комплекте шел вот такой вот шелковый носочек, чехолчик для хранения самого прибора. И вот все вместе это выглядит немножко странно, как по мне, но довольно удобно. И последний наборчик у меня тоже будет для маникюра. Это вот такой вот штампик для украшения ногтей. Если у вас был такой, вы определенно знаете, как это работает, потому что похожие приборы уже давно на рынке. Если же вы не видели что-то такое, мне, честно говоря, будет удобнее это все показать в деле, чем полчаса рассказывать. Набор состоит из трех частей. Первый это, собственно, сам штампик. Он пластиковый и головка у него сделана из подушечки силикона. Он такой липковатый, как раз для сахвата рисунка. Дальше идет вот такой вот скребок пластиковый и, наконец-то, сам пластиковый диск с рисунками. Они там есть разные, у меня такая цветочная тематика, есть там бабочки, звездочки, какие-то новогодние и так далее. Это все можно докупать, стоит оно там по пару центов. Итак, что вам понадобится? Какой-нибудь контрастный лак для ногтей, в данном случае я возьму черный. И, кстати, для заметки берите самый густой, будет намного удобнее. Итак, я выбираю рисунок, какой я хочу. Наношу на него лак черный, только так, чтобы он заполнил весь рельеф рисунка. Убираю излишки скребком и переношу рисунок на штампик. Вот хорошо так прям впрессовываю его. И все, у вас рисунок переходит на штамп. А с штампа можно или на листик, я, например, сейчас практикуюсь, или можно сразу на ноготь. Я, конечно, предлагаю попрактиковаться на бумажечке, потому что я пользуюсь таким приспособлением впервые. И вот я уже пробую перенести вот такую вот веточку прям на свой французский маникюр. Мне кажется, выглядит очень прикольно, быстро это очень делается. Широкий там спектр разных рисунков. Можно прям на весь ноготь сделать. В общем, сама концепция вот этого штампика мне очень понравилась. Единственное, берите какой-нибудь лак погуще, подороже и как можно пигментированнее. Будет легче и удобнее, поверьте. На этом все. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Если так, не забудьте поставить пальчик вверх. Внизу мне будет очень-очень приятно. Если вас что-то заинтересовало, открывайте инфобокс. Там есть все ссылки на показанные товары. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Кликайте по иконкам других видео, чтобы посмотреть что-нибудь еще. А я вас всех целую. И пока!